Ребята, сели у меня две гуски. И сели они в одно гнездо. На одни и те же яйца. Как нам сделать? Лучше разделить или как? Я боюсь, что потом ни одна, ни вторая не досидит. Но они прям какие-то злюки, шипят, не дают подойти. Я сегодня посчитала, там где-то 10 яиц лежит. Я еще... Нет, 8 лежала, я еще 2 подложила. Или лучше разделить. Одной положить немного там и второй. Я одновременно положу еще и в инкубатор. И потом, потому что яйцо не очень хорошее, оно не оплодотворенное. Много, точнее, пустых. Поэтому я хочу как бы это... Если вдруг будет много пустых, подложить им с инкубатора оплодотворенное. Не знаю, что делать. Подсказывайте, пожалуйста. Всем привет! Как вы уже поняли, молока у нас много теперь из-за коровок. Поэтому купили сепаратор. Сепаратор покупала я самый дешевый. Потому что... Не знаю, не видела смысла, наверное, тратить больше денег. Да и решила попробовать с дешевого. Так как я с ним ни разу не сталкивалась. Если вдруг что-то я сделаю не так, хотя бы не так жалко. Сепаратор ротор. Это не реклама. Он самый дешевый, самый, наверное, каричный российский. Ну, обычный сепаратор. Вот. Дала я за него где-то 50 долларов, даже чуть меньше. Я уже просепарировала молоко. Как вы видите, здесь у нас где-то 12 литров обратно получилось. И полтора литра сливок. Вот. В принципе, ничего сложного в работе его. Ну, то есть никаких там поломок и ничего не случилось с первого раза. Просепарировала он что-то хорошо. Вроде как сливки такие достаточно густые. Но я особо не регулировала. Пыталась, но у меня ничего не получилось. Ну, как бы, это, наверное, нужно тут же закрутить, если что. Ну, меня, в принципе, устраивает, потому что я буду делать сметану с этих сливок. А с молока часть пойдет на... Буду его кислить и пойдет на творог. А часть пойдет на йогурт. Попробую сделать, если получится. Все. То есть, в любом случае, я с него покажу. А с сливок буду делать сметану, но с этими... Типа бактериями, как они это называются. Вот. Чашечек здесь получается 9. Я знаю, что в видео смотрела, что есть и 11. Ну, как бы, так как он самый простой, но просепарировала, помыла. Нужно, конечно, еще немножко приспособиться. Время, конечно, тратится, но снимать с банок тоже не так удобно. И не так получается, как бы, качественно снять сливки. Таким, меньше, наверное, получается, чем через сепаратор. Поэтому, вот такая вот покупка. Ставлю видео, как я сепарировала. Там просто видно, как сам процесс идет, но ничего не слышно, потому что он гудит достаточно сильно. Изначально пропускала теплую воду. Он начал немножко... Начала вода вытекать через дренажное отверстие. Где-то оно здесь есть. Вот. Но потом он набрал свои обороты до конца уже. Где-то минуты, может, 3 прошло. И вода перестала вытекать. Все прошло нормально. И потом уже я начала заливать молоко подогретое где-то 40-42 градуса. Ну, некогда делал 35-40, но на нем, почему-то, написано было 40-45. Поэтому я так и делала. КОНЕЦ Так, вот сейчас будем делать сметану с закваской попробую. Я уже делала без закваски. Она такая немножко кисловатая получилась. Ну, как бы обычная сметана, как я помню раньше делала бабушка. Сейчас хочу попробовать с закваской. Вот закваску одну для сметаны вот такая будет. А для йогурта, то есть молоко вот это будет на йогурт, вот такая вот закваска. Тоже не реклама. Покупала их сама в магазине обычном, кстати, нашла. Будем сейчас подогревать немножко. На йогурт нужно подогреть до 37-40, а на сметанку нужно подогреть до 37-43. И вот сливки. Немножко подогреть. И молочко. Так, молочко наше чуть меньше 40 градусов. Сейчас будем добавлять, типа, как оно называется, закваску. Опять забыл. Склеоз у меня. Тарческий. Надо всё это засыпать. Они рассчитаны на 1-3 литра. И хорошая яичка размешала. У меня здесь почти 3 литра. Здесь 3-х литровая банка. Сливки и сметаны тоже рассчитаны на 3 литра. Ну, это написано, от 1 до 3 литров. Ну, у меня 1,5 литра, поэтому... Но придётся использовать всю закваску, так как она не хранится. По крайней мере, ту, которую купила я. Сейчас я хорошо это всё размешаю. Закрою крышечкой и поставлю в тёплое место. Йогурт нужно вроде как на 6-8 часов. Сметана чуть подольше. Всё, можно закрывать крышкой. Сливки немножко перегрелись. Ну, где-то сейчас 45 градусов. Нужно 43, поэтому немножко нужно подождать. Вот наши сливки остыли до нужной температуры. Довела я их в конце концов. Так, засыпаю ему, кстати, вот эта-то закваска. Она какая-то жёлтенькая. Та была белого цвета. Та для йогурта. Сейчас хорошо размешаю. Так, вот. Закрыла крышечкой, размешала и сливки, и йогурт. Поставила здесь возле батареи. Сейчас я это всё так вот хорошенечко укутаю полотенчиком. И с той стороны оно у меня большое. И оставлю на ночь. Сейчас у меня 10 часов вечера почти. Ну, где-то через 6-7 часов можно йогурт доставать. И чуть попозже сметанку. Ну, значит, сметанка пойдёт в холодильник, наверное, с утра, как я буду уезжать. Просто достану на стол. Посмотрим. Сейчас буду укутывать. Поставлю ближе к обогревателю. Вот такой получился, типа йогурт. По виду это как кисляк. Обычный самый. По вкусу, ну, не такой кислый. А вот сметана. В сметане ещё нужно постоять немножко. Её ещё час не хватает. Даже чуть больше. Вот такая вот густая. Немножко загустела нанесимая. Тишина в сарае. Любота просто. Все овцы гуляют. Приучаю их к электропастуху. Пока не очень хорошо получается это сделать. Тут нам привезли красотку. Барана кое-как подстригла. Очень смешно выглядит, конечно. Да? Привезли нам овечку на покрытие. Свинюши все спят. Коровка тоже спала. Только что встала. Наши две будущие мамаши. Ну, не вставай. Хотела показать твой животик. Пороситься им в один срок. Но не знаю, что-то мне подверчить. Вот этой не очень заметно, что она беременна. Начала говорить. Сразу же все сейчас активируются суперски. Покажи нам свой животик. Где-то уже залезло на проволоку. А, это ниточка. Две беременные мамашки. У этой дюртихий животик не очень большой. У этой, конечно, гигантский. Я ее замеряла по ленте. Она 270 килограмм. По ленте. Белая. Ну вот. Не вижу даже по ней особо, что она беременна. Но ложится немножко, начинает выпирать уже животик. Вот карандаши. И уже на этих выходных они должны забрать. Все-таки нужно для вьетнамских выше поднимать. Потому что они пролазят через вот этот ущель. Ну, здесь они не лезут. Они пролазят через крыто. Вот сюда и вот. Поэтому поставили уже тут и палку. Чтобы они... Ну, попросайте. Не будите всех. Все так хорошо спали. Вон, кстати, мангалицы. Подрастают. Там два вьетнамские девочки. Ему нравится. Коровка. Что ты делаешь? Какаешь? Не. Спалили тебя. Что-то она сегодня днем испугалась чего-то. Что кричите? Русские ведут себя безобразно. Сегодня она села одна гусь. Села вторая гусь. Другая. Белая. Потом ушла и белая ставила яйца. Ну, короче, непонятно. Вот косты, как видите, гуляют. Это только сухар. Но сухарь не очень быстро не переходит. Купила я вот такие вот стопы. Белые. Вот так вот не нужный индулятор. Вот так вот не Other Mars. Но они очень футные. Вот. Они очень сильно гнутся. И я friedный деревень. Купила. До свидания.